Всем здарова, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Димка, и сегодня мы продолжаем играть на Black Rush. Играя я, конечно же, на 27 сервере, конечно же, приглашаю играть вместе со мной. Ребята, переходите по ссылочке в описании, скачивайте лаунчер и, конечно же, начинайте играть вместе с нами. Приходите в нашу семью, все ссылочки есть в описании. Кстати говоря, когда зарегаете аккаунт, то не забудьте ввести мой промокод. Даже если вы уже играете, все равно вводите мой промокод, активируйте промокод вот сюда, прямо вот таким образом вписывайте Димк. И получаете кучу приятных плюшек, о которых вы видите на экране всю информацию, а именно гелик, ребята. Голдвип на 12 часов, получается скин Моргенштерна, ну и, соответственно, еще и аксессуарчик на 12 часов. В общем-то, это очень важно, это нужно использовать. И, кстати говоря, ребята, если хотите поучаствовать в конкурсе на 2000 Блэккоинов, то для этого просто поставьте лайк на этот ролик, напишите комментарии, если с вами участвует. Чем больше, тем больше шансов, соответственно. Ну и не забудьте подписаться на канал. Победитель о прошлом вы видите на своих экранах. Ну а сегодня, ребята, в этом ролике я уже неоднократно снимал всякие обучающие ролики по, конечно же, нашей Блэккрашке. Поэтому в этом ролике я решил рассказать вам, какие тачки вообще никогда в жизни просто не стоит брать. А именно покупать за свои денежные средства. Конечно, если вы там миллиардер, который постоянно донатит, и у вас просто доступ ко всем тачкам, тут вопросов нету, вы можете покупать что угодно. Тут я вам даже не судья. Ну а если вы реальный работяга, который, конечно же, горбатится за каждую тысячу, то лучше посмотреть этот ролик до конца и точно будешь знать, что же приобретать не стоит. Ну и, в частности, не стоит приобретать вот такой вот прикольненький ЗАЗ Запорожец, который стоит 20 тысяч. Он, ребята, если вы могли заметить, вообще неуправляемый, очень ужасно медленный. Ну и, соответственно, до сотни разгоняется аж 32 секунды. Максималка у него 118 км в час. Ну и, понятное дело, что зачем такое ведро вообще нужно, когда есть другие аналоги, намного лучше и привлекательнее. А поэтому, ребята, эта первая машина у нас занимает топ-1 тачек, который брать просто не стоит. Вы даже если будете его продавать, по сути, 20 тысяч, ну типа, что это вообще? Это даже не деньги, по факту вы даже особо не подниметесь на нем. Следующей машиной, которая у нас на топ-2, является Вольво 242. Ребята, да, именно эта машина занимает почетное второе место худших машин на проекте. Все потому, что, ребята, ее стоимость достигает 250 тысяч. Понятное дело, самая первая типа иномарка, но брать ее я вам вообще не советую. Потому что, по факту, да, возможно, есть ценители, которые ее сейчас будут защищать, и я вас прекрасно пойму, ведь на нее есть и обвес, и тюнинг, и все как бы нормально. Но, по факту, ребята, она разгоняется до сотки за 11 секунд. Максималка у нее там 176. Ну, как бы, я думаю, что понятное дело, что ей тачки намного лучше. Та же, допустим, М3, которая идет уже следующей и стоит чуть дороже. Но, по факту, уже так и есть. На самом деле, машина вообще, ну, не очень-таки она популярная. И найти ее на проекте, ну, у других игроков достаточно сложно, а продать еще сложнее. Поэтому второе место, я думаю, что она заслуженно у нас забирает. А мы переходим к третьему. Следующая машина, которую мы тоже отнесем на третье место самых худших на проекте, это, ребята, Ладо Гранта. И, на самом деле, за ее стоимость 380 тысяч она является очень неликвидной. Ребята, она, на самом деле, медленная. До сотни она разгоняется за 11,5 секунд. Максималка у нее 176 км в час. На проекте встретить ее, опять-таки, очень-очень проблематично. Потому что ее вообще, по сути, никто не покупает. Даже сейчас она в салоне продается в большом количестве. А значит, ребята, я не советую вам вообще брать данную машину. Потому что вы тупо потратите деньги, а продать ее будет максимально сложно. На самом деле, в нашем топе очень много будет русских машин. И одна из них, это, естественно, вот такая Нива Аурбан. Вообще, ее видели на проекте? Я, допустим, нет. Ее практически никто вообще не покупает. Да и, понятное дело, почему. Стоимость ее доходит до 350 тысяч. Но было, понятное дело, подешевле. Но все равно ее, на самом деле, продать проблематично. Ее просто никто не хочет покупать. Она на проекте, на самом деле, там, может, у одного из тысячи. То есть, ну, сами понимаете, нафиг никому не нужная машина. Стоит она дорого. Едет она, ну, я думаю, что очень медленно. Потому что разгон у нее, чтобы вы понимали, 17 секунд до сотки. Максималка 140. Понятное дело, нафиг она вообще такая нужна. Поэтому, ребята, она еще и неуправляемая. Не надо тратить деньги. Я вас прошу. И, конечно же, хочу вас от этого предостеречь. Пожалеете. Равне с подобными машинами стоит у нас и Лада Веста, ребята. Да, она тоже у нас как раз таки находится в данном хреновом топе для машин. Потому что, ребята, ее даже разбить будет не жалко. Конечно, я понимаю, что многие любители, допустим, захотят такую же машину приобрести. Потому что, может, у них в реальности она есть. Но в реальности она-то, в принципе, нормальная. Но в игре она хреновая. Потому что она, во-первых, неликвидная. Ее продать просто невозможно. Разгон до сотки у нее 9,3. А максималка всего лишь 184. По сути, стоимость 700 тысяч эти цифры просто не оправдывает. И я вас реально от этого предостерегаю. Не надо ее вообще даже рассматривать. Купите какую-нибудь другую машину, которая идет следующей. Она будет неплохая по факту и по цифрам, и по качеству. А так, в общем-то, проходите ее стороной. И не надо ее вообще покупать. Но когда я говорил про следующую машину от Веста, ребята, это не СВ-Кросс. Тоже не надо ее рассматривать. Я даже не буду о ней ничего сейчас говорить. Я думаю, что все прекрасно понимают, что они плюс-минус одинаковые. По хреновости, вот. Ну и не лога, на который идет за 715 тысяч. Ребята, 715 тысяч за этот кусок железа? Что? Зачем такое вообще покупать? Ребята, стоимость достаточно дорогая. Продать ее будет максимально сложно. Много бабок потеряете. Она медленная, убогая. До сотни разгоняется за 10 секунд. А максималка всего лишь 173. Ну зачем вам такая машина нужна? А вот А4, которая идет следующая, просто охренительная. Ребята, и в семью пойдет, и вообще по кайфу она. Поэтому я вот именно ее вам рекомендую. А не все вот эти вот Весты, Логаны и так далее. Далее у нас идут вот такие вот Патриоты. Вот у нас есть и УАЗ Патриот за 1,2. И вот такой вот УАЗ Патриот за 1,250. Ну погнали, что, пройдемся и по этой машине. А что нет-то по факту? Ребята, стоимость 1,2. Вы понимаете, что это такое? Это очень дорого для данного автомобиля. Ну блин, реально, ну посмотрите на это. Ну что это вообще? Что это такое? Зачем его тоже покупать? Не, я конечно понимаю. Он у нас был в семье. Мы его тестировали, ребята, мы его подняли просто максимально высоко. Поставили огромнейшие колеса, гидравлику. И он у нас переезжал заборы. Да, это было прикольно. Но он неуправляемый. На нем даже никто не катался у нас в семье. Он вообще нафиг не нужен никому. Он непопулярный и очень медленный. До сотни вообще за двенашку он разгоняется. Ну а максималка 163. Вот я полностью отбрасываю газ, пока он разгонится, пока он подумает, да нафиг он такой вообще нужен. Ну да, можно, конечно, по ЕПП ездить. Ничего вам за это не сделают. Но он неуклюжий и тупо неповоротливый. Поэтому проходите мимо и обычный у вас патриот и этот пикап. Еще одной машиной, которую мы будем сегодня рассматривать и немножечко поливать грязью, является Volkswagen Golf. Ранее он стоил 1,8. Потом люди, ну, подумали, наверное, и поняли, что он таких стум просто не стоит. И поставили на него 1,4 ценник. Ну, ребят, опять-таки, это дорого на самом-то деле. Я понимаю, что разработчики стараются приближенно к реальности цены ставить. Но реально за такую машину столько не надо. Ну и плюс ко всему, ребят, он двухдверный. Опять-таки, минус для тех, кто захочет его в семью. То есть, тупо не будет места для четверых игроков. А два как бы нафиг они нужны. Никуда не съездишь с ними. Вот. И максималка у него в 250 км в час. Ну, типа, да, прикольно. Но, опять-таки, неповоротливый. Продать-то можно, но очень много потеряете. Кстати говоря, в низком классе это ведь средний. У нас был тот же собрат от GT2. И он, на самом деле, кайфовый. Вот его можно покупать и рассматривать. А этот не надо, ребята. Не надо. Ну и закончим мы сегодняшний топ вот этим автомобилем. Вы просто посмотрите, какой он ленивый. Ребята, ну зачем его брать? Это Q7. Ребята, я, конечно, понимаю, что, типа, на нее стоимость 7 лямов, это просто заоблачное. Даже в реальности таких цен, ну, может быть, только на новую, да, есть. Но, опять-таки, да, ну куда, ну куда. Максималка, да, 238. Ну, такое, до сотки за 6 секунд. Ну, что-то 6 секунд тут и не пахнет, как мне кажется. Что-то очень медленно, неповоротливая, неуклюжая. Какая-то огромнейшая баржа, неликвидная, неинтересная. Ну, не знаю я, зачем она вообще кому-либо нужна. Я вас советую ее вообще не покупать, тем более за 7 мультов. За 7 мультов можно неплохие машины купить, тоже акулу, допустим. Вот, ну, реально. А если нужны внедорожники, то рассмотрите, ну, допустим, Крузак 200. Ну, реально будет намного интереснее и быстрее, и привлекательней. Ну, ребята, я думаю, что вы меня услышали. Если вы со мною согласны, то обязательно поставьте лайк на этот ролик. Подпишитесь на канал и не забудьте, конечно, поучаствовать в конкурсе. Тем более, вот, смотрите, я мать, я мать. Она вообще не держит дорогу, я мать. Что? Капец, ну, как на ней вообще ездить, ребята? Ну, вот как? Вот, ну, такое, ребята. Да, понимаю. В общем-то, да, ребята, я надеюсь, что я вам помог в выборе вашей первой машины. И я надеюсь, что вы, конечно же, были со мной солидарны. Если вдруг я что-то сказал не так, опять-таки, это мое субъективное мнение. Вам верить, не верить, покупать что хотите, покупайте. Но я думаю, что кому-то это все-таки помог. Спасибо огромнейшее, всем удачки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok